Сегодня более 70% проблем в населенных пунктах, решения которых требуют финансирования, касаются инфраструктуры. Местных ресурсов для этого недостаточно. Примарам приходится искать внешнее финансирование через проекты. В одиночку им не справиться. Институт по развитию экспертизы проекта предлагает местным органам власти информационную помощь и представительство во взаимоотношениях с потенциальным донором. Если есть возможность вместе с ними реализовывать проекты, используя не только доноры и не только фонды, доступные для Республики Молдовы, но и фонды, доступные для других стран, не в качестве основного аппликанта, а в качестве бенефициара, то, думаю, что эту возможность мы должны не упустить, а обязательно использовать. Самая большая проблема примаров – отсутствие навыков в управлении энергетикой. Цены на энергоресурсы растут, а планов выживания у глав городов нет. Энергетической политики и квалифицированных специалистов по проектам тоже нет. Таких денег у города никогда не будет. То есть, сидеть в ложах руки, игнорировать ситуацию и сказать, что какое-то правительство, что-то решить, когда местная власть и местные граждане будут бездействовать, это просто обрекать себя на нищету, через свое нежелание прилагать свою жизнь. Эксперты подсказывают, чтобы выжить в ситуации кризиса и хаоса, необходимо примарам соорганизоваться в сообщество. Кроме этого, постоянно повышать свой уровень, четко аргументировать намерения и владеть ситуацией. Можно пользоваться помощью специалистов и профессионалов, но, тем не менее, нельзя забывать, что то, что это дело, я здесь, соответственно, не за осуществление проекта. И вы должны тоже знать, что банка этого проекта от вас требуется. Если у вас есть партнеры, там такой проект, каждый может знать, что он именно будет делать. На региональном форуме Молдова, Украина, Румыния участвовало более 160 человек. Большинство из них – примары. Институт по развитию экспертизы проекта работает с осени 2012 года, но официально был презентован только сейчас. Для экспертизы проектов институт будет привлекать экспертов Румынии, Канады, Украины, Молдовы. Продолжение следует...